Следующий вопрос. Говорит, смотри, если один из двух участников сделки поставил условия на раздумье. Говорит, если он передумал в эти, допустим, три дня, которые он взял, обязан ли он сообщать об этом тому, кто является вторым участником сделки? Ясно или нет? То есть о том, что он разрывает сделку, он обязан об этом сообщать второму или нет? То есть, допустим, если мы возьмем муж и жена. То есть муж дал развод жене, обязан он сообщать об этом жене или нет? В основе своей он не обязан об этом сообщать, и развод является действительным, даже если жена об этом не знает. То же самое здесь. Вопрос, если человек имеет право на разрыв сделки, обязан ли он сообщать второму участнику о том, что он эту сделку разрывает? Говорит, и разрешено разрывать сделку тому, кто имеет право на ее разрыв, даже если второй участник при этом не присутствует или не является довольным. То есть не обязательно достигать или добиваться довольства второго участника. Говорит, И второе мнение в этом вопросе, которого придерживался Абу Ханифа, который сказал, Нельзя разрывать сделку, кроме как второй участник при этом присутствует. Потому что, говорит, относительно этого договора наличие прав обоих людей присутствует. Поэтому, говорит, ни один из двоих не имеет права разорвать сделку так при отсутствии второго. Кальвадья, как это происходит при том, когда ты даешь какой-то товар на хранение второму человеку. Что касается товара, который дается на хранение, то если тот, который дал на хранение, передумал о том, что он оставляет эту вещь на хранение, то он должен забрать ее. Потому что человек, у которого она находится на хранении, продолжает считать, что этот товар, он обязан обеспечивать его безопасность и тому подобное. Так же и тот, который, что сделал, отказался его хранить, то есть больше не хочет его хранить, так же обязан сообщить об этом хозяину этого товара. Потому что хозяин товара все еще думает, что он находится в безопасности и под ответственностью того. Понятно или нет? Если ты его больше не хранишь и не относишься к нему или не обеспечиваешь ему безопасность, ты обязан об этом предупредить. Но пример, который привел в данном случае Абу Ханифа, не подходит под наш вопрос. Но говорит за нас то, что это разрыв такой сделки, в которой нет нужды довольства второй стороны. Говорит, потому что разорвать сделку или не разорвать не в его руках. Но на это имеет право один из участников. А раз он имеет на это право, то это его право не зависит от того, хочет этого вторая сторона или не хочет. А раз, говорит, здесь довольство второй стороны не требуется, то его присутствие так же не требуется. Как, например, говорит развод. Потому что, как мнение Абу Ханифа, здесь противоречит или идет с противоречием, идет с противоречием с вопросами развода. Говорит, а что касается вадиа, то есть вещи оставлены на хранение, то, говорит, тот, который оставил ее на хранение, говорит, нет его права относительно этого. И можно, говорит, что сделать, нам здесь имеет в виду, наоборот, кто ибн Кудама. Говорит, а тот, говорит, который оставил какую-то вещь на хранение, то есть может разорвать этот свой договор, даже, говорит, если об этом не знает или не присутствует тот, у кого эта вещь хранится. То есть в основе это разрешено. Когда мы говорим, он обязан предупредить, то есть не обязан в том смысле, что без этого его разрыв не будет действительным. Нет, разрыв договора будет действительным. Так, но он обязан предупредить, почему? Чтобы лишний раз не мучить того человека, который думает, что он все еще должен обезопасивать этот предмет и что делать, беречь его. Ясно или нет? А так, если он разорвет сделку и откажется, то есть скажет, все, он пусть не хранит, проблем нет, если с ним что-то случится, на мне. Так, это ответственность на мне. Это является действительным. Является действительным, но должен предупредить для того, чтобы не мучить того второго. Говорит, Абу Абдиллах, говорит, Абу Абдиллах, ассахи анну ла яштарату альмуху. Правильное мнение в этом вопросе, мнение первое. То, что человек не обязан предупреждать вторую сторону о том, что он разрывает этот договор. Это мнение шейха Ибн Усаймина также в этом вопросе. И есть, говорит, одно известное правило фикха. Тот, чье удовольствие не принимается во внимание, не принимается во внимание также его знание об этом. То есть, ты можешь разорвать сделку, даже если он о ней не знает. И, естественно, здесь то же самое. Человек, если, допустим, покупатель взял три дня на раздуме и на второй день решил разорвать сделку. Разорвал ее, не обязан при разрыве предупреждать продавца. Но при этом мы говорим, он должен как можно скорее вернуть товар продавцу. Потому что чем быстрее он будет возвращен, тем быстрее вернет свое право продавец себе и сможет продавать этот товар другому лицу. То есть, человек не должен без причины задерживать этот товар у себя, вместе с тем, что он уже имеет намерение, что он сделку разрывает и не забирает себе этот товар. Это усвоили или нет? Далее.